способ отомстить, как способ нагадить, извиняюсь, хотя на самом деле это просто... А есть исследования? Статистика какая-то? Да, статистика. 150 миллиардов. 150 миллиардов. Да, есть статистика. 100% подонков, находящихся в разводе, занимаются тем, что я да у нее ребенка отниму, да я еще найду себе бабу, которая будет воспитывать, да я... Никаких она не получит, она вместо того, чтобы дети будет давать, она будет их отнимать. 100% ни таких не бывает. Что с вами не так? Ни таких не бывает. Мне кажется, не надо срываться на собеседники, потому что нет ни его вина. Ни таких не бывает. Ну то есть ни таких не бывает, мы все веруем такие. 8% браков заканчивается разводом, и ни таких мужчин не бывает. Все 100% мужчин, находящихся в разводе, все начинают заниматься тем шантажом, отнимаемым ребенка, которым даже он ненуженным, просто чтобы не платить деньги, чтобы не платить поплями о том, что она будет тратить на себя, да? Конечно на себя, потому что материнство это большая, высокооплачиваемая работа. Я понимаю, да. И когда Владимир Владимирович наконец перестанет заниматься просто вот этим пустословием, начнет выдавать нам деньги, реальные деньги, а не 500 тысяч рублей за рождение ребенка. И что будет? И что будет? Тогда мы обсудим. Вы знаете, денег ведь выдавали. Вы выдавали, Марин, выдавали деньги. Ну реально, смотри на вещи. Это огромная работа. Я хочу детей еще, и я буду их рожать еще. Это огромные деньги. И я, бой бабу, умею зарабатывать деньги на своих детей. Но ни один мужик мне не будет приносить эти деньги, потому что они все полагают, что я должна бесплатно создать его хуй и бесплатно рожать. Так, вот мы закрыли наше сетевое вещание. Буквально одним словом, значит... Да, ну вы только что нарушили законодательство Российской Федерации, пожалуйста, не делайте больше. Я просто хотел разбавить вашу статистику. Я тот самый мужчина, который в разводе, я не отнимал ребенка и платил за алименты. Ни таких не бывает. То есть я такой.